Приветствую вас. По первому пункту я бы хотел сказать, что ваш папа это довольно слабый человек, да, слабый, с недостатками, наверное, неволевой человек. И объективно, это первый ваш образ мужчины, и поскольку вы жили с ним долго, то, соответственно, вам нужно понимать, что мужчина, у вас первичный образ мужчины, это как раз слабый человек. Противовес этому маму, которой вы восхищаетесь, которую вы считаете идеалом, наверное, для себя, и как раз, скорее всего, подавляла вашего отца, или, по крайней мере, доминировала в отношении к ним, и продвигала некое неуважительное отношение к нему. И, соответственно, вы копируете поведение своей мамы именно в контексте неуважения к мужчинам, невосприятия их как, ну, как недостаточных личностей. Вот. И я думаю, что этот момент нужно прорабатывать. То есть нужно осознавать, что вы, по сути дела, копируете сценарное поведение своей мамы. Это в первый момент. А второй момент, значит, вы пишете про своего мужа, что вы его любили как друга единомышленника, но после расставания так и не встретили настолько же интеллектуально развитого и насчитанного парня. То есть у вас есть определенные требования к мужчине, и, скорее всего, вы даже не даете возможности мужчине рядом с вами развиться, то есть раскрыться, раскрыть свой потенциал. А может быть, если вы сравниваете всех мужчин с своим бывшим мужем, то вы до сих пор отношения со своим бывшим мужем не завершили. То есть нужно завершить сперва отношения с вашим бывшим мужем, чтобы вы других молодых людей воспринимали как ценность в себе, а не как сравнение, не в контексте, сравнение с предыдущим мужчиной. Далее. Я люблю себя, без личного фанатизма, но я довольна своей внешностью своим образованием и воспитанием. Я общительна, без труда находяющийся язык с людьми, но чаще с девушками, нежели с противоположным полом. К женщинам ясно. Исходительно, с мужчинам я жестко. Не могу воспринимать всерьез. Мужчин, как все зарабатывают меньше меня, не отвечают за свои слова и не могут сам себя обслуживать в бытовом плане. Мне хочется крикнуть им, я не могу, я же могу, почему-то слаб. Ну вот, здесь очень четко прослеивается ваша линия поведения, направленная еще на отца. То есть, некоторые обиды, некоторые невыразенные эмоции, некоторые переживания именно по поводу отца у вас есть, и вы приносите их на мужчин, а также знамое поведение своей мамы. То есть, все вот это вам и нужно будет разбираться с психологом, если вы хотите реально сделать так, чтобы вы смогли выстраивать отношения с сильным полом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Еще раз, если какие-то вопросы будут, вы лучше пишите в личку, вот, а не в дополнение, потому что дополнение я, например, не вижу, они неудобно отображаются. Вот. Ну и если понравились мои ответы, то будут догаданиями, если один из них вы сделаете лучшим. Всего вам доброго.